Так, значит, наша сегодняшняя тема это соотношение идеалов и заповедей в иудаизме. Значит, одной из проблем иудаизма является то, что иудаизм позиционирует себя как религию заповедей. Это означает, что когда, если пойти в синагогу, взять раввина за пуговицу и сказать, дорогой раввин, объясни мне, пожалуйста, а что такое иудаизм? Человек, как бы, совершенно не знающий ничего. То он объяснит, что есть, конечно, вера в единого Бога, монотеизм, танах. Ну а дальше, а в чем состоит иудаизм? В чем состоит вообще жизнь иудаизма? Состоит в том, что есть заповеди. И поэтому есть заповеди, шаббат, кашиут, праздники, тфилин и так далее. И все эти заповеди важно соблюдать, все эти заповеди божественные, заповеди составляют связь человека с Богом, заповеди дают человеку понимание важных вещей, без заповеди никуда невозможно и так далее. Теперь, все это, конечно, правильно, то, что он скажет. Но то, что он позиционирует иудаизм как религию заповедей, в этом есть, с моей точки зрения, большой изъян. Есть даже такой анекдот, я его несколько раз пересказывал уже. Анекдот такой, которым я был свидетелем. Да, значит, я это сцена, которой я однажды был свидетелем в московской синагоге, хоральной, в 1800 где-то, в 1984, может быть, в 2003 году. Пришла, взяла некая такая женщина, говорит, а я вот вроде еврейка, а что такое иудаизм, ничего не знаю. А тот молодежь, которая уже была в это время, естественно, довольно многое религиозное, все на нее набросились, как хорошо, но вы понимаете, объект попался. И стали ей объяснять, субботу надо соблюдать, каширот соблюдать, свечи субботние зажигать. А был один молодой человек, предисловие к этому такое, что когда у нас была советская власть, то людям, соблюдающим каширот, было не очень просто соблюдать каширот. Где найти каширную еду? Один из самых простых способов каширной еды – это рыбные консервы. Поскольку рыбных консервов явно ничего не подмешано. То, что в них написано, то в них и содержится. На заводе, естественно, на рыбной фабрике, так сказать, там не привозят свинину специально, рыбные консервы. Поэтому можно было легко есть рыбные консервы. Надо было только быть уверенным, что сама рыба кошерна. А это очень просто, известно, какая рыба где и что. Так вот, одно есть, такая была проблема, есть такая рыба зубатка. Я должен сказать, что я вообще взял один блок, поэтому я не знаю, как ее назвать, так иначе. Но главное, что было известно про эту зубатку, что это торговое название, под которым скрываются две разные рыбы. Одна кошерная, другая некошерная. Поэтому среди религиозной молодежи было известно, что рыбу зубатку, консервы зубатки, не надо есть. Хотя там нарисована кошерная рыба, но внутри, может быть, и некошерная. А простые, там, шпроты, скажем, или там сардины. Это понятно, что рыба кошерная, и шпроты сардины. А зубатка, может быть, может оказаться некошерной. И поэтому было известно, что зубатку есть нельзя. Так вот, эта девушка, которая пришла, чтобы узнать, что такой иудоизм, это молодой человек, он еще там немножко заикался, у него такая сцена, он подбежал и стал кричать. И зубатку, зубатку ни в коем случае не надо есть. То есть, иными словами, какой образ иудаизма? Что такое иудаизм? Ни в коем случае не есть зубатку. И понятно нам, что когда иудаизм излагают в религии, главное, зубатку не есть, то это, в общем, какой-то такой не совсем правильный иудаизм. Но даже без зубатки. Нам понятно, что когда в иудаизме позиционируются заповеди впереди, то в этом есть некоторый дефект. Потому что если иудаизм состоит в соблюдении заповедей, то это некая беззаловка. А беззаловка людям неприятна. И это уже создаёт об аутаизме не очень хорошее впечатление. И не случайно христианство себя позиционировало наоборот, что вот иудаизм – это религия законов, у них там всякая беззаловка, а христианство – это религия идеалов, благодати или чего-то такого. А, соответственно, противопоставило себя иудаизму. Иудаизм вместо иудаизма – некоторые евреи, наоборот, начали вот это противопоставление поддерживать. Говорят, нет, законы очень важны, без законов ничего нельзя, без заповеди ни шагу не ступить. И это правильно, что без заповеди ни шагу не ступить. Но это не отменяет того, что от заповеди нельзя поставить вперёд, что это недостаточно. И если, например, мы пойдём в библиотеку еврейскую, возьмём вот полка еврейской литературы в Ешиве, то мы среди учёбы, что вообще учат в Ешиве, найдём законы того и законы сего, и законы всего-всего на свете, и много книг-законов, но мы почему-то не найдём книги, которые называются «Идеалы иудаизма». То есть, а где книга «Идеалы»? То есть, а что иудаизм хочет достичь? И вот этого, к сожалению, в какой книжке нету. Это не значит, что в иудаизме, конечно, нет идеалов. Очень даже идеалы есть. Но эти идеалы никак не систематизированы, никак не формализованы, и поэтому они в нашей голове не сидят. В нашей голове сидят заповеди. Поэтому про заповеди написано очень много. И есть систематизация, есть 10 заповедей, все слышали, и есть центральная заповедь «Иудаизм возлюбить ближнего своего», и есть 613 заповедей, цифры эти все знают, хоть не могут перечислить эти заповеди. И поэтому любой человек с улицы, и даже не еврей, если вы его возьмёте, запугиваете, скажете, что тебе известно о заповедях иудаизма, даже не еврей укажет десяток заповедей иудаизма. И все знают про Пессах, и все знают про Йом-Кипур, и все знают про Кашиут, и всё это известно. То есть, иными словами, это очень находится в общественном сознании. Заповеди в первую очередь. А вот идеалы иудаизма, спроси даже еврея, даже образованного и даже религиозного, ну-ка назови мне быстренько 10 идеалов иудаизма. И никто вам ничего не скажет. Потому что нет у него в голове идеалов иудаизма. Не то, что их нету, но их нет в его голове. То есть, интерфейс иудаизма представлен в виде заповедей. И это плохо. Теперь, какие же... Дальше мы берём этого раввина за пуговицу и начинаем его дальше дёргать. Лимс, хорошо, ты нам сказал про заповеди, а теперь скажи нам про идеалы иудаизма. Что он скажет? Обычно он скажет две вещи. Или он скажет, идеал это получше соблюдать заповеди. То есть, кашиут, соблюдать кашиут, это обязательно, вот это, это обязательно. А вот ещё лучше, вот так вот получше соблюдать кашиут. Или, значит, учить тару обязательно, а ещё лучше побольше учить тару. То есть, иными словами, идеалами будут усиленное или улучшенное соблюдение заповедей. Что, конечно, ставит идеалы на второе место по отношению к заповедям. Они вторичны. А это тоже плохо. Такие идеалы, которые вторичны, не могут повести за собой. Они не могут занять людирующее поколение. Они могут занять онкологически первое место. Вторым вариантом идеалов будут идеалы психологические. Здесь есть действительно недод, то есть качество характера, которое, скажем, вот идеал, например, относиться ко всем без гнева и людей ни на кого не обижаться. Ну, много можно быть скромным. Много можно идеалов психологических назвать. Но идеалы психологические, они как-то слабы. Потому что они только говорят о человеке в его личной жизни. И очень мало говорят о той картине общества в целом и развития, куда нам вообще двигаться, и даже о развитии личности, которые могли бы сдать. Поэтому хотелось бы сформулировать такие идеалы в иудаизме, которые, во-первых, не привязаны к заповедям, и поэтому занимают онкологически первое место. То есть идут вначале и являются ведущими, которые при этом будут нам рисовать картину не только для личности, но и для общества в целом, и для направления развития. И укажут нам какие-то ориентиры, до которые мы можем продвигаться. Вот это и есть та задача, которую мы собираемся выполнить в сегодняшней лекции. То есть, в общем, речь идет о неком довольно сильном изменении интерфейса иудаизма. Я бы вообще всегда называл бы это революцией. Вот на слово революция, правда, некоторые реагируют плохо. Мне кажется, слово революция замечательное слово. Большинство почему-то плохие ассоциации со словом революция. Хотя, мне оно очень нравится. Чтобы произвести небольшую революцию в иудаизме, по-моему, это все замечательно. Но некоторым кажется, что революция это почему-то разрушение предыдущего. Революция это никакое не разрушение предыдущего. Революция это, мы же рассматриваем ордоксальный иудаизм, то есть мы хотим произвести ордоксальную революцию. То есть без всякого нарушения ордоксальности, ничего не разрушая, построить некую другую новую вещь, Которую будет продвигать иудаизм. Правда, вопрос, что такое революция, чем революция отличается от эволюции. Определение мне кажется такое. Революция отличается от эволюции скоростью изменений. Если изменения быстрые, то это называется революция. Если изменения медленные, то называется эволюция. А как нам различить изменения быстрые или изменения медленные? Ответ. Если вызывает сопротивление, значит изменения быстрые. Из сопротивления не возникает, значит изменения медленны. Поэтому, например, хоседизм был революцией, потому что он вызвал очень сильное сопротивление. И замечательно прошел очень успешный хоседизм, это пример очень успешной артодоксальной революции. Или, например, маймонит. Маймонит вызвал очень сильное сопротивление. Следующее, что был маймонит, было революцией. И тоже она очень радоксальная и очень правильная революция. Ну и естественно то, что ГТАФКОК тоже вызывает сопротивление, следовательно это революция. В этом смысле у нас в истории иудаизма радоксальная революция это совсем не исключение, а наоборот совершеннейшее правило. И поэтому произведение дальнейших революций внутри радоксального иудаизма это очень правильное благое дело. То есть итак нам нужны идеалы иудаизма, которые будут предшествовать заповедям. Причем нам нужно конечно не изобрести их, если мы их будем изобретать то ничего не получится, нам нужно их разыскать. То есть где у нас в иудаизме имеется текст, который стоит впереди всех заповедей, который содержит идеалы и заповеди не содержит. И на основании которого мы можем эти идеалы формализовать. Как всегда конечно главное поставить вопрос, а ответ тогда понятен. Всем совершенно понятно, что таким текстом является книга бытия. То есть книга Борисшит у нас является текстом, который идет впереди всех других. Поэтому ясно, что он впереди. Что он начальный, что он исходный. Он не содержит заповедей, ну практически. Там есть три заповеди, которые упоминаются. Они упоминаются не как заповеди, а в связи с другими событиями, или как символ завета, обрезания. Но это не заповеди в простом смысле. Теперь он идет явно впереди, он явно центральный, он явно главный. И против него ничего сказать нельзя. Поэтому главный источник идеалов у нас будет для начала книга бытия. Книга Борисшит является отличным источником идеалов. Прекрасно. Значит, теперь мы отсюда мы сразу видим вывод. Мы видим, что исходно в иудаизме идеалы стоят на первом месте. Тара не начинается с заповедей. Тара начинается с идеалов. А почему же у нас Равин начинает излагать заповедей? Почему же он нам не рассказал про идеалы? Если казалось бы, в иудаизме исходно как раз то, что я хотел. То есть та схема, которую я хотел, она оказывается аутентичной иудаизму. Ведь книга бытия идет в начале. Не случайно сначала есть бытие, а потом только в середине исхода начинаются заповеди. Об этом человеке Раша спрашивает. Это явная, так сказать, необычность. Раша спрашивает, почему же начинается тара не с заповедей? Это значит, что в голове Раши, по идее-то, общее представление, что если есть тара, должны быть заповеди. Но нет, тара начинается с идеалов. А почему же заповеди так у нас стали, почему у нас так сдвинулся, почему так деформировался иудаизм, что заповеди пошли вперед? Причина очень простая. Поскольку вся систематизация иудаизма проходила в изгнании, то в изгнании, как и от заповеди, занимают первое место. Потому что в ситуации диаспоры и в ситуации изгнания главная цель – это сохраниться. А чтобы сохраниться, заповеди работают существенно лучше, чем идеалы. Идеалы – это нечто аморфное. Идеалы – это нечто нечеткое. Идеалы – это некоторые векторы развития. А заповеди – это четко, понятно, жестко и строго, что абсолютно необходимо. Поэтому вся формализация иудаизма, которая проходила как раз в условиях изгнания, уже мишна написана на породе изгнания, а дальше талмуд, бавилонский в диаспоре, и дальше кодексы и комментарии. И вся эта формализация, то есть вся литература, которая систематизирует иудаизм, она вся проходила в условиях изгнания. И в условиях изгнания заповеди были прежде всего. А в иудаизме израильском, так и страны Израиля, там наоборот, или там в исходном иудаизме, аутентичном, идеалы стояли впереди. И поэтому если мы откроем книги пророков, мы очень мало найдем про заповеди, зато много про идеалы. Но книги пророков не дают систематизации, просто потому что в эпоху древности, когда писался Танах или даже второй храм, то не было идеи систематизации. Поэтому пророки призывают к какому-то правильному поведению, но не занимаются систематизацией. Систематизация была проведена уже позже в изгнании. Поэтому в период, когда идеалы играли важнейшую роль, не было систематизации. А когда началась систематизация, наоборот, первой роль стали играть заповеди. Поэтому заповеди были систематизированы очень хорошо. По ним есть подробное руководство, по ним есть огромная литература, которая сбирает заповеди, детали, 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 и Галаху, и все в расцвете, а по идеалам систематизация в ней была проведена. Именно поэтому в нашей голове сидят заповеди. Но когда мы сегодня возвращаемся в страну Израиля, а то, что у нас создан Израиль, даже иудаизм диаспора от этого изменяется очень сильно, и здесь важно даже не столько то, что находится человек в диаспоре и в Израиле, а сам факт создания Израиля меняет весь иудаизм в корне, из-за этого мы ощущаем некоторый недостаток воздуха, мы ощущаем, что заповеди это стало недостаточно. Мы хотим, чтобы были идеалы. Раньше такой просто потребности не было в том, чтобы идеалы стали впереди. Эта потребность появляется сегодня. Почему же потребность появляется сегодня, а раньше ее не было? Потому что если раньше был вектор главной сохранения, и ведущие все силы еврейской жизни были в диаспоре и направляли силы на сохранение, то сегодня, когда мы переселяемся в Израиль, то у нас Алду же, в этом смысле и диаспора подключена уже к Израилю в большой степени, это происходит постепенно, конечно, не в один момент, но он постепенно все больше и больше сдвигается, то тогда возникает вопрос, а куда двигаться дальше? И тогда сама установка на сохранение, она перестает работать. Возникает другая установка на развитие. И поэтому возникает вопрос не как сохраниться, а куда дальше двигаться. А чтобы дальше двигаться, оказывается, нужны идеалы. Потому что заповеди плохо работают на вектор движения. Заповеди хорошо работают на сохранение, но плохо работают на продвижение. Точнее, не сами заповеди, а ориентация на заповеди, когда заповеди стоят впереди всего, то это хорошо работает на вектор сохранения, но плохо работает на вектор продвижения. А поскольку нам сегодня нужен вектор продвижения, и главный вопрос, а куда, собственно, двигаться, и ради чего, и зачем, то тут идеалы должны поставить центральную роль. И поэтому мы ощущаем, что заповеди сильно недостаточно, и хотим идеалов. А систематизация была проведена на заповедях, поэтому нужно сегодня, с тем опытом систематизации, который у нас произошел в диаспоре, применить его не к заповедям, а к идеалам, создав четкую, понятную, ясную систему идеалов иудаизма. Этим мы перепозиционируем иудаизм, поставим впереди идеалы. Заповеди, конечно, никуда не денутся. Заповеди, все останется, все, что с ними было. Они, конечно, божественные повеления, они, конечно, дают связь человеку с Богом, они, конечно, помогают и мистически, и психологически, и рационально, и надорационально. Это все остается на месте. И вся важность заповеди, и все никуда не девается. Только они становятся антологически вторыми после идеалов. Как и правильно должно быть в аудентичном иудаизме. То есть сначала книга бытия, а потом книга исхода. Сначала у нас идеалы, а потом у нас заповеди. И тогда иудаизм приобретет свою более правильную форму. Вот это и есть то изменение, которое нужно сегодня, и которое мы хотим произвести. Еще раз, чтобы ответить на вопрос, смотреть на вопрос. Люди, которые не живут в Израиле. Здесь вопрос очень сложный, потому что сегодня даже люди, которые не живут в Израиле, очень сильно подклеены духовно к Израилю. И в этом смысле, скажем, если мы посмотрим число еврейских событий на душу еврейского населения, то Израиль в этом смысле будет в тысячу раз больше Америки, хотя количество еврейского населения сравнимо, а количество еврейских новостей, так сказать, не сравнимо. В тысячу раз больше. И в этом смысле сегодня уже совсем несколько меняет ситуация. Конечно, для диаспоры, да и для Израиля, или самого Запада продолжают играть охранительную функцию. Только этой охранительной функции недостаточно. Мы не можем сосредоточиться на охранительной функции. Сама по себе охранительная функция чувствуется, что ее не хватает. И для сохранения даже уже нужны идеалы, а не заповеди в этом плане. То есть заповеди продолжают работать на охранительную функцию, но их мощность, так сказать, не хватает, чтобы сохранять хорошо. Потребность в идеалах нужна в диаспоре не меньше, чем в Израиле. Потому что человек современный хочет, чтобы ему нарисовали сначала картину идеалов и целей, а потом говорили, что для этого нужно сделать. И тогда, соответственно, потому что если, например, у меня есть идеалы, которые я выбираю, и есть заповеди, которые нужны, чтобы этих идеалов достичь, то мне тогда понятно, зачем заповеди. И тогда я гораздо более хорошо отношусь к тому, что я что-то обязан делать. Потому что я понимаю, что я это обязан делать, чтобы достичь тех целей, которые у меня есть. Но если я обязан делать, а непонятно, какие же цели я, собственно, собираюсь достичь, то эта обязанность делать очень неприятна, она отталкивающая. Потому что когда мы сами по себе выбрали цели и для этого делаем средства, то здесь понятно. Но если эти средства используются непонятно для какой цели, просто для цели сохраниться, то это как-то недостаточно. И в этом разница психологического настоя вообще всей современности, не только израиля, но и диаспоры. Хотя само по себе, так сказать, в Израиле это еще более сильно, чем в диаспоре. Итак, вывод. Поэтому мы должны найти идеалы, я уже сказал, которые будут идти впереди. И источником идеалов является книга Брюшит. Книга Бытия. И, скажем, первая часть книги Исход, то есть до дарования тары. Конечно, это не значит, что идеалы мы не будем из дальнейшего получать. Естественно, что там вся тара дальше должна быть источником идеалов. Но первым основой систематизации идеалов вот должно быть такой подход. Отсюда мы понимаем, что идеалы у нас должны быть, скорее всего, систематизированы по уровням. Первое, идеалы Адама. Это явно, так сказать, книга Бытия, значит, когда мы читаем, у нас явно есть эпохи. Книга, сначала идеалы Адама, ну, быть Адамной, то есть человечество. Дальше идеалы Авраама, то есть Авраама, Схакьяков, праотцов. Дальше идеалы Иосифа в качестве Иосифа и его братьев. Условно говоря, так назовем идеалы, хотя не ездим, Иосиф, Иосиф и Игуда. Значит, первый Авраам и Ной, второй Авраам и Схакьяков, третий Иосиф и Игуда, и четвертый Моисей и Арон. То есть, видимо, вот по такой схеме мы должны разложить идеалы иудаизма. Может быть, и дальше что-то надо, может быть, дальше пророки. Ну, в общем, то есть, вот, иными словами, прежде всего, вызывает, значит, первая естественная, казалось бы, систематизация, это систематизация по эпохам. Теперь, значит, дальше мы, если мы на какой подход берем, давайте попробуем для начала систематизировать идеалы Адама. Понятно, что в сущности мы выбрали некий, это хоть ключ, некий угол зрения, под которым мы должны прочитать цару, под этим углом зрения, выбрав из нее соответствующий плач и его формализовав и систематизировав. И тем самым мы получим книгу, которая будет называться «Идеалы иудаизма». Понятно, что если мы будем просто придумывать идеалы, то они не будут аутентичными. Нам нужно их именно взять из тары, посмотреть, как они в источнике, потом посмотреть, как они у пророков в Талмуде, в дальнейшей литературе. И каждый идеал, значит, сначала сделать опять общую картину, потом как-то формализовать идеалы, потом каждый идеал проработать от исходного, значит, от Танаха и до наших дней, что об этом писалось, тем самым мы получим разработанный цирк идеала иудаизма. Теперь посмотрим, как конкретно на примере это делается. Итак, начнем с идеалов Адама. Значит, что у нас есть про Адама? Про Адама у нас есть в самом начале две важнейшие вещи. Первая важнейшая вещь – это то, что Адам создается по обожей подобию Бога. И этим закладывается идеал подобия Богу. То есть, человек создан по обожей подобию Бога, при этом он создан не в точности, естественно, поскольку в точности, да и невозможно, а в неком приближении, довольно отдаленном от Бога, и целью человека является продвижение к Богу. То есть, иными словами, чем ближе мы становимся подобным Богу, тем более мы полноценны как человек. Вот это первейший идеал иудаизма. Этот идеал, конечно, не является чем-то новым. Эта вещь всем известна. Называется она по латыни «imitatio deis», а по-русски она называется «обожение» в русской литературе. И, конечно, он имеется и в христианской, я бы сказал, литературе, и в католицизме, и в православии, и он имеется в исламе. Хотя в исламе я меньше специалист, и в худо знаю ислам, естественно, и меньше понимаю, но, насколько мне известно, он все-таки в исламе содержится. Опять-таки, не берусь точно указать, как это детализовано. Но в христианстве нам он совершенно понятен. В христианстве эта вещь строится на подражании образу Иисуса, который является символом обожения, то есть символом Бога-человека, и поэтому подобие ему является обожением. В иудаизме это строится совершенно по-другому. Дальше мы рассмотрим это подробно, но начнем с того, что это первейший идеал, который, конечно, всем известен, но это не причина его скидывать из системы, что он всем известен, хорошо. То есть первый идеал человека – быть как можно более подобным Богу. И этот идеал у нас во всех монотеистических религиях есть, он является основой монотеистической этики. То есть все хорошо, и пока ничего особенного. Хотя дальше мы рассмотрим детали, и там будет что-то особенное, но пока что вначале это стандартно. Но мы тут же видим второй идеал иудаизма, ответственно, Адама. А именно человек создан, ему сказано, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю и властвуйте над нею. Если мы это прочтем в качестве идеала, то этот идеал надо перевести на русский язык современный таким образом. Это постоянный цивилизации. То есть властвовать над ней землей, наполнять землю, властвовать над нею, и означает построить цивилизацию. Что такое вообще цивилизация по определению? По определению цивилизации – это власть человека над природой. Это то, что есть природное, это еще не цивилизация. А все, что мы строим, что дает человеку власть над природой во всех совершенно аспектах, и в смысле материальном, и в смысле культурном, и в смысле духовном, во всех параметрах, это мы и называем цивилизацией. Таким образом, построение цивилизации является религиозным идеалом иудаизма. Здесь мы уже видим нечто новенькое. Потому что обычные религиозные подходы, которые мы знаем, не утверждают цивилизацию как религиозную ценность. Я, например, не слышал, чтобы, может быть, я, конечно, опять плохо слышал, или, может быть, это тоже у них один из вариантов, они тоже могут измениться. Например, но я не слышал, что в христианстве построение цивилизации было объявлено религиозной ценностью. Скорее, в христианстве построение цивилизации – это параллельное и не пересекающееся с религией действие. А поскольку в христианстве есть разделение Богу – Богово, а кесаре – кесарево. То есть, то, что богово, то, что религиозно, не имеет, в общем, прямой связи с тем, что есть светское – кесарево. Опять, в патистатизме это может быть по-другому несколько, чем в католицизме или православии. Но я совсем не говорю, что христианство не может здесь развиться, и это объявить идеалом. И более того, в самом иудаизме диаспора совсем не всегда это воспринималось как идеал, и не подчеркнулось. То есть, это как бы находится в Таре, собственно, в Библии, и в самом начале написано, и поэтому, по идее, должно быть всеобщим. Я вообще не знаю, что написано на эту тему в исламе, если такая фраза в Коране. Но, тем не менее, это не акцентировалось даже в иудаизме. Однако, это явно аутентичный идеал иудаизма. И поэтому, если мы это акцентируем, мы тут же сдвигаем осмысление иудаизма и несколько перепозиционируем его, подчеркивая аспект, который раньше не подчеркивался, что и есть самая классическая форма андоксальной модернизации, или она же андоксальная революция. И мы тем самым гораздо более правильно, аутентично понимаем иудаизм, возвращая в иудаизм тот идеал, который в нем и должен быть, но не осознавался, потому что, если мы таким образом осознаем, формировка суммарная такая, что идеалы Адама – это такой вот двойственный идеал в самом начале, один его аспект – это приближение человека к Богу и подобие Богу, другой его аспект – это построение цивилизации и власть над миром, то мы тогда получаем эти два, как бы две части идеала Адама, совершенно другой идеал, чем мы обычно привыкли думать про религию. Что уже замечательно и хорошо. То есть мы после этого говорим, что тот человек, который занимается только духовным продвижением, это совершенно недостаточно, что еще необходимо понимать религиозную ценность постоянной цивилизации, тот человек, который занимается только продвижением цивилизации, но не личным духовным продвижением, это тоже недостаточно, потому что это крем в другую сторону, а идеалом аудаизма является совмещение, приближение к Богу и постоянной цивилизации. Вот мы уже сформулировали, совсем не так уж тривиальный идеал, очень важный и очень существенный для религиозной ориентации. Конечно, то, что я сейчас рассказываю, это не новость, в общем, более-менее словечек об этом пишет, и, так сказать, об этом и многое говорилось раньше, ну, в 20 веке говорилось у Словенчика, у каких-то других авторов, но, тем не менее, в качестве идеалов, системы идеалов, это не было сформулировано. Что является недостатком, что мы хотим изменить. То есть мы сейчас вообще в большой степени, мы не то, что мы придумываем новые идеалы, которые вообще не осознавались, хотя такое тоже, конечно, будет, в смысле, мы не придумываем, но мы найдем новые формулёгки, которые не осознавались совсем. Но, в частности, то, что осознавалось раньше, то, что говорилось раньше, это нужно привести в систему. Когда это в системе, это, несомненно, более чётко работает. Теперь, что касается идеала, дальше этот самый, что ни на есть, общий сформулированный и нечётко понятный идеал надо детализировать и разложить на более детальные идеалы. Так в заповедях есть общие заповеди, а есть их более детальные заповеди, а есть под ними ещё законы, и под ними ещё и детали законов. Так и здесь, так и в системе идеалов. Есть некоторые общие идеалы, которые дальше детализируются в какие-то более частные идеалы, а не в какие-то ещё там детали и так дальше. Поэтому начнём к тому, что эти два общих идеала, детализируем их в более детальные элементы. Значит, у нас идеал плодиться и разложаться, наполнять землю и властвовать над ними. Во второй главе книги «Бытия» есть более детальная фраза. Она сказана, что Бог поместил человека в сад, чтобы человек в сад этот сад обрабатывал и охранял. И, ну, уже отмечалось много раз, от кого человек охраняет сад, естественно, человек охраняет сад от самого себя. Потому что кто может и разрушить сад? Очевидно, не животные сад могут и разрушить, и змей, в смысле сатан, тоже, конечно, сад и разрушить не может. А охранять нужно сад от того, кто может его разрушить, то есть от самого человека. Как называется охрана мира от человека? Она называется экология. То есть, иными словами, мы имеем экологический идеал, но он идёт параллельно с цивилизационным идеалом. Поэтому в второй главе сказано, что Бог поместил человека в сад, чтобы человек этот сад обрабатывал и охранял. То есть идут две вещи параллельно. Обрабатывать и охранять. Обрабатывать означает строить цивилизацию, продвигать власть человека над природой. Охранять означает, что при этом продвижении нужно также заботиться о том, чтобы не разрушать то, что есть. Да. Вот то есть мы получили расщепление этого идеала на две детали, которые должны быть параллельны, на постояне цивилизации, параллельно с охраной природы. Вот у нас идеал цивилизации плюс экология. При этом понятно, что здесь не может быть крен в какую-то одну сторону. Если у нас, мы хотим экологию настолько сильно, что блокируем цивилизацию, то это будет неправильно. Если мы цивилизацию так делаем, что мы не обращаем никакого внимания на экологию, то тоже будет неправильно. Здесь нужно некто, это сказать, совмещение. И это всегда в идеалах. Идеалы отличаются тем, что в идеалах нет четких предписанных формул, где как совместить. Это нужно смотреть по ходу дела. В отличие от заповедей, где есть четкие формулы, в идеалах четких формул нет. Вообще давайте еще, может, дадим немножко определение идеала, еще более понятно. Идеал это то направление, в котором желательно развиваться. Это такие недостижимые, по сути, свои цели, в направлении которых нужно продвигаться. В отличие от заповедей, которые представляют собой достижимые и обязательные условия. То есть заповедь это в некотором смысле законодательная и юридическая система. Заповедь это то, что человек делать и обязан. Если он не соблюдает заповеди, то это плохо уже само есть нарушение. Но если человек не достигает идеала, то это является нарушением. Более того, достигнуть идеала невозможно. Идеал это направление, в котором нужно двигаться. То есть нужно соблюдать заповеди, при этом продвигаться к идеалам. Вот это и есть, в общем-то, их соотношение. Здесь надо отметить две вещи. Во-первых, нужно отметить, что, как я уже сказал, что если есть в заповедях противоречие, то это противоречие должно быть разрешено формально. Поскольку заповедь – это вещь обязательная, то формальное разрешение требует дать четкую картину, как соблюдать заповеди в случае противоречия. Простейший пример. Если есть заповедь обрезания, есть заповедь субботы. То что делать, если обрезание в субботу? Делать или не делать? Ответ такой, что если это на восьмой день, то да, делать обрезание в субботу, тем самым суббота будет как бы нарушена, но это предусматривается заповеди обрезания. А если это уже не восьмой день, то не делать обрезание в субботу, отложить на следующий день. То есть, иными словами, вопрос противоречия решается глухически, абсолютно однозначным образом. Могут и там споры, детали, но в принципе, система заповедей требует разрешения всех конфликтов. В отличие от этого, система идеалов не только не требует разрешения конфликтов, но и наоборот. Она не может дать разрешения конфликтов, поскольку идеалы – это вещи нечеткие, это векторы, и они по самой своей сути обязательно смотрят в разные стороны. Они не могут смотреть в одну сторону. Поэтому продвижение по одному направлению, по другому направлению, очень легко может друг с другом войти в какое-то противоречие. Это противоречие не может быть решено формально. То есть, оно решается каждый раз человеком, самим или обществом, решением каким-то самостоятельным, а не формализованным. Поскольку цель не состоит в достижении идеалов, то дальше уже решает человек сам или общество, как ему это двигаться в этих направлениях. Это первое существенное отличие между системой заповедей и системой идеалов. Второе важное различие, что идеалы – это вещь нечетская, и каждый идеал сам по себе может далеко увести. Это мы сейчас, может быть, поговорим, а вот попозже немножко, это я подробно скажу, а еще вот важное различие сказать, которое я немножко упустил – различие в терминологии. Дело в том, что когда мы говорим слово «заповеди» в иудаизме и слово «заповеди» в христианстве, то имеются в виду совершенно разные вещи. В христианстве под заповедями понимаются идеалы, в иудаизме под заповедями понимаются обязанности. Поэтому, например, от религиозного еврея мы ожидаем, что он исполняет еврейские заповеди. От религиозного христианина мы отнюдь не ожидаем, что он исполняет христианские заповеди. Мы ожидаем, что он стремится исполнять христианские заповеди. То есть сама установка христианства в отношении того, что христианство называет заповедями, это только вектор направления, в котором человеку хочется развиваться. Иными словами, христианство, формулируя некоторую систему идеалов, называет их христианскими заповедями. Из-за этого сбоя терминологии возникает неверная картина. Когда мы начинаем сравнивать иудаизм и христианство, то мы очень часто начинаем сравнивать обязанности иудаизма с идеалами христианства. И тогда сравнение просто неправомочное. Если же мы начнем сравнивать идеалы иудаизма с идеалами христианства, вот тогда это будет правомочное сравнение, и там действительно увидим соотношение иудаизма и христианства. Поэтому нам очень важно развести эти понятия и понимать, что вообще-то в религиях разных под словом заповеди понимаются не всегда обязанности, а иногда идеалы, которые предполагаются, что их достигают только самые праведные. В христианстве предполагается, что те, которые исполнили христианские заповеди, но он вообще, так сказать, праведник и сверхправедник, и почти никому на земле это, так сказать, не удается. В отличие от заповеди иудаизма, где мы предполагаем, что они, наоборот, исполнимая вещь. Поэтому христианство начинает смотреть якобы на заповеди иудаизма с высока, ну какие-то у вас заповеди простые, там филин накладывать или там субботу соблюдать, а у нас, смотри, какая заповедь любить человечество. Просто это не заповедь, а идеалы. Поэтому правильно будет, возвращая идеалы в иудаизм, мы тогда правильно можем позиционировать иудаизм по отношению к остальным религиям. Что там тоже совершенно необходимо, потому что иначе мы не можем это правильно взять в систему. И еще, значит, нам нужно здесь отметить отдельную вещь, что тоже про общую систему идеалов, что если мы говорим о иудаизме для человечества, а мы начинаем говорить об иудаизме человечества в последнее время, и мы начинаем говорить о том, что иудаизм это вовсе не религия национальная, а религия универсальная, и что мы хотим, чтобы иудаизм принял все человечество, и мы хотим обучить иудаизму все человечество, что естественно, то что вообще непривычно было для нас в период диаспоры, а сегодня для нас это становится все более естественным. Поскольку, конечно, иудаизм Танаха, это иудаизм, который предполагает, что это для всего человечества. И если мы должны быть светочем народов мира, как говорит Исаия, то мы должны научить этому все человечество. Но в то же время мы знаем, что в мессианской перспективе все народы приходят в храм, то есть следует, что у всех народов религия иудаизм, но они остаются народами отдельными. Иными словами, мессианским видением иудаизма является то, что все человечество принимает религию Танаха, то есть иудаизм, но на универсальном виде, не становясь евреями, не делая дьюра, оставаясь неевреями, поэтому им не обязательно субботы и кашиут, но им совершенно важны иудаизм как религия, то здесь идеалы начинают играть все более основную роль. Как мы будем учить человечество иудаизму? Не субботы и кашиуты для них важны, а для них важны идеалы прежде всего. Поэтому, чтобы правильно обучать человечество иудаизму, мы должны поставить вперед идеалы. А заодно как человечество, так и евреев. Потому что у нас евреи сегодня интегрированы очень сильно в человечество, и невозможно обучить евреев, не обучая человечеству. То есть есть даже такие большие массы евреев, которые пойдут учить иудаизм, только когда человечество начнет учить иудаизм. Это как примерно происходит из Египта, известный комментарий. Почему нужно было разрушить египетских богов? Потому что евреи были так сильно интегрированы в Египте, что без разрушения египетских богов евреев нельзя было вытащить из Египта. Да, здесь то же самое. Евреи настолько интегрированы в человечество, что без обучения иудаизму человечества нельзя обучить евреев. Поэтому очень может быть, что обучение человечества иудаизму будет важным шагом в процессе обучения иудаизму ассимилированных евреев. Поэтому мы должны смотреть, как же мы учим человечество иудаизму. И здесь понятно, что идеалы играют первейшую роль. Это были некоторые общие замечания по системе идеалов, и мы теперь возвращаемся обратно к их формализации. Сколько хочется сказать такую вещь, что Рав Уришерки, которого у нас есть диск и ссылку с лекцией, и в книге «Комментарии к Балишетке», я очень много пользуюсь его материалами, он считает, что вообще пришла пора, наконец-то, открывать ешиву для неевреев. То есть ешиву для народов мира, где все желающие из народов мира будут обучаться иудаизму. Совсем не для того, чтобы они становились евреями. Конечно, для того, чтобы в это ешиву поступить, их религией уже должен быть иудаизм. То есть, иными словами, приниматься будут те, кто является бдейнох, сновьяноя. То есть это люди, которые принимают иудаизм как свою религию, оставаясь неевреями. Это явление сегодня уже началось, ему лет уже лет 50, и оно начинает распространяться, но до сих пор у этого движения не было какой-то центральной ешивы. И, в общем-то, есть уже намерение постепенно, в ближайшее время, такую ешиву создать. Поэтому, если мы строим такую ешиву, то мы начинаем обучать человечеству, народу мира. И здесь не важно, сколько человек будет в этой ешиве, даже если не будет, там, наверное, 100 человек, сам факт наличия такой ешивы и необходимость преподавания в такой ешиве, они уже, во-первых, будут способствовать разработке учебных программ на это направленных, которые, конечно, будут очень важны, конечно, для евреев диаспоры тоже. И, кроме того, будет изменено само представление об иудаизме. То есть наличие такой ешивы сразу ответит на вопросы, а можно ли обучать старение евреев, а является ли иудаизм универсальной религией, и все прочие вопросы, которые сегодня теоретически, и одни доказывают одно, а другие доказывают другое, сам наличие факта, такой ешивы, который можно просто показать, он, соответственно, будет необычайно важным фактом, необычайно важным элементом вообще представления об иудаизме. Но вот для разработки всех этих систем совершенно необходимо тоже идеалы поставить вперед, потому что иначе невозможно обучать. Хорошо, теперь мы займемся дальше. Сделав эту общую оговорку, вернемся к тому, что мы занимаемся формализацией идеалов. И теперь мы попробуем несколько формализовать первый из идеалов Адама, который мы сказали, мы сказали, первый идеал Адама – это подобие Богу. Этот принцип я сказал уже, ну, сейчас пытаемся немножко формализовать, индивидуализировать. Значит, прежде всего мы уже говорили о том, что этот принцип, называемый по латыни имитацией Одеи, а по-русски – обожение, этот принцип известен прекрасно и в христианской литературе очень подробно и озобран, и в христианстве он делается путем подражания Иисусу. То есть Иисус является символом Бога-человека, и через это, соответственно, через подражание Иисусу, которое есть понятный образ, человек и продвигается в направлении имитации Одеи, подобие Богу. Теперь, значит, понятно, что идея Бога-человека – эта идея совершенно еврейская. Еврейская – это идея потому, что кто такой Бога-человек в иудаизме, ответ – это каждый человек, то есть Адам. Адам является Бога-человеком, поскольку он создан по образу и подобию Бога, и след за ним каждый человек является Бога-человеком. Поэтому на вопрос христианства, что мы, христиане, верим, что Иисус – это Бога-человек, а что думаете вы, евреи? И ответ – конечно, мы, евреи, тоже верим, что Иисус – Бога-человек, и каждый из нас тоже. То есть, понятие Бога-человека совершенно еврейское. И Адам создан как интеграция божественного и земного, и поэтому Бога-человек – это и есть человек. Вопрос только в том, как можно в иудаизме продвигаться в подобии Богу. Как же в иудаизме может быть подобие Богу, когда Бог у нас не имеет никакого образа и подобия? Это некое противоречие, да? Теперь, опять-таки, здесь есть, конечно, глобальная проблема, то, что вообще человек создан подобию Бога. Эта идея совершенно феноменальна, и она совершенно противоречит всему рациональному анализу. Потому что Бог в иудаизме – это трансцендентная личность, то есть трансцендент означает, что не этого мира, вне мира, тем самым никакие понятия этого мира не подходят для описания Бога, и мы ничего про него понять не можем в принципе, потому что все, что мы понимаем, это из этого мира, а Бог трансцендентен, то есть принципиально непознаваем получается, и принципиально невозможно его описать. И при этом Бог почему-то делает человека по своему образу подобие, то есть как бы перекидывать мостик через все мироздание специально к человеку. Эта идея феноменальна, но она очень описана во многих источниках, и здесь, в общем, не требуется большое, значит, не требуется дислексия моя, а в христианстве, скажем, на этой теме есть огромная литература, которая вся предсвечена тому, как Иисус совмещает божественное и человеческое. А в понятиях холдаризма как просто человек совмещает божественное и человеческое. Только в этих понятиях Бога-человек – это и есть каждый человек. Но возвращаясь к тому, что как может быть в удаизме подобие Богу, если сам Бог неописываемый? Ответ такой, что подобие Богу отселяется через божественные действия. То есть мы знаем о Боге через то, что сказано нам в Таре. И поэтому те параметры, которые даны нам в Таре, им-то и должно быть подобие. И действительно в Таре есть некоторые описания Бога, хотя образа Бога нет, а тем не менее некоторые описания есть. Например, известнейшая заповедь, которая опять и заповедь, то ли заповедь, то ли принцип, то ли это сложный еще вопрос, мы потом, может быть, более подробно обсудим, даже не сейчас. Когда Бог говорит «Святы будьте, ибо я свят». Здесь мы видим, что к Богу применяется описание святой. И что оно означает дальше – огромный вопрос. И человека требуется, чтобы он тоже был свят, то есть продвигался к святости. И эта святость человека создает подобие Богу. То есть мы видим, что принцип имитации ОДеи, то есть продвижение человека через подобие Богу, он в удаизме прямо в самом начале в Таре зафиксирован. Ну или, например, в окон суббота. Суббота тоже подобие Богу. Как Бог создавал Бог, мне в шесть дней, а седьмой день покоится, так и человек в шесть дней должной обои, а седьмой день покоится. Но мы хотим распространить это на более детализированные вещи. И мы оттуда понимаем, что первейшим описанием Бога являются действия. То есть подобие в иудаизме осуществляется через божественные качества и через божественные действия. Скажем, если, например, святость – это будет божественное качество, а суббота – это будет божественное действие. То мы должны поэтому взять то описание Бога, которое есть в Таре, и постараться как-то к этому приближаться. Теперь поэтому мы смотрим, какие есть описания Бога в Таре. Первейшее описание Бога, конечно, состоит в том, что то, что Бог творит. Бог творец. Поэтому первейшее описание Бога – это то, что вначале сотворил Бог небо и землю. Отсюда вывод. Первейший идеал иудаизма – это творчество. Поэтому жить жизнью творческой – это один из идеалов важнейших иудаизма. А если человек живет жизнью нетворческой, то это, наоборот, отдаление от идеала. Вот мы уже формулировали такой идеал, который сильно нетривиален. То есть мы никогда до этого не знали, что в религии есть идеал творчества. А тут оказывается, что это первейший идеал религии. Вот мы и религию сильно перепозиционировали. Конечно, дальше отдельный вопрос. Что такое творчество? Как осуществляется религиозное творчество? Как вообще может быть творчество в самой религии? Не является ли религией данностью? И это все подобно у Рава Кука описано. Это все отдельная тема. Как осуществляется творчество в религии? Но это уже деталь вторая. А самое первое, что мы идеал творчества вдруг обнаружили, что это первейший религиозный идеал. Хорошо, теперь давайте второй идеал вытащим из первой главы книги Бытия. Какое второе действие Будда? То есть второе действие у нас такое. И сказал Бог, пусть будет свет. То есть второе действие это созидание с помощью слов. Первое это вообще творчество. А второе это с помощью слов. Как у нас называется в нашем обычном языке созидание с помощью слов? Оно называется художественная литература. Поэтому мы так любим говорить. Поэтому мы так любим формулировать. Поэтому мы так ценим, когда кто-то создаёт с помощью слов. И очень это уважаем. Но мы видим таким образом, что если раньше мы думали, что художественная литература, не религиозная, а просто художественная литература, никакого отношения к религии не имеет. То тут мы выяснили, что оказывается в религии существует, в религии у нас существует идеал написания хорошей художественной литературы. Оказывается создание хорошей художественной литературы это не просто богоугодное действие. Это самый что ни на есть религиозный идеал. Но тут у нас представление о религии начинает ещё больше меняться. Теперь хочу подчеркнуть, что всё остаётся артодоксальным. Суббота на месте, кашиут на месте, праздники на месте, филин на месте, всё на месте. Но идеалом становится то, что мы раньше не ощущали. Например, творчество. Например, создание художественной литературы. Хорошо. Третье какое божественное действие. Художественная литературь это, конечно, одно из творчеств, но это ещё творчество словами. Поскольку Бог творил словом, это нам почёту-то в таре. Вы можете сказать, что такое словом, как понимать слово по отношению к Богу, что такое трансцендентное персоналия, которое говорит слово. Это всё большой вопрос. Это другой вопрос. Это, конечно, тоже может быть рассмотрено, но мы никак не можем уйти от текста. А текст нам говорит, и сказал Бог. Поэтому ясно, что слово «сказал» по отношению к Богу – это некая параллель к тому, что мы говорим. Следовательно, это в любом случае высказывание, правильное высказывание или хорошее высказывание, или литература, которая представляет собой именно создание путём высказываний. Оно представляется для нас очень существенной вещью. Конечно, художественная литература – это один из подпунктов создания с помощью высказываний, но это получается важнейшая вещь. Когда мы говорим, когда мы скажем, что с нашей религиозной точки зрения написание хорошей художественной литературы – это богоугодное дело, то этим мы сразу меняем представление об иудаизме. Итак, какое же следующее действие Бога? Следующее действие Бога – и увидел Бог, что это хорошо. Что такое «увидел»? В данном случае «оценил». То есть здесь не сказано, что Бог увидел свет. Он увидел, что свет хорош. Иными словами, оценил. Поэтому мы так обожаем оценивать. И более того, мы очень любим продвигать наше чувство более тонкой оценки. Мы идём изучать какие там есть художественные стили, чтобы, смотря на картину, более хорошо её понимать. Или архитектурные стили, что когда мы куда-нибудь приезжаем, мы смотрим и понимаем, какой это там архитектурный свет. Казалось бы, какая тебе разница? Понимаешь такой стиль, не понимаешь такой стиль, понимаешь, к чему это относится или не понимаешь? Казалось бы, это всё одно и то же. Он – нет. Мы очень любим понимать и более точно оценивать. Потому что это доставляет нам большое удовольствие. Почему? Ну, потому что это подобие Богу. Бог точно и хорошо и правильно оценивает. Мы тоже хотим хорошо и точно и правильно оценивать. Вот мы тут же накопали вполне три детализованных идеала, никак не связанных с заповедями. Нет у нас заповеди творить, и нет заповеди писать художественную литературу, и нет заповеди правильно оценивать разные тонкие вещи в жизни. И тем не менее мы видим, что это отличнейшие идеалы иудаизма, которые к заповедям не сводятся, но являются идеалами. Потому что они увеличивают наше подобие Богу. Идя по такому пути, мы, конечно, более правильно продвигаем иудаизм, потому что мы его правильно позиционируем. Тогда мы имеем идеалы. Вопрос возникает тут же, конечно. Но с вашими идеалами творчества можно далеко завести. То есть вы здесь можете нам такое натворить, что потом будет трудно это хлебать. Ответ. Это совершенно верно. Идеал творчества можно завести совершенно не туда. Но это касается не только идеала творчества, а вообще любого идеала. Любой идеал можно завести не туда. Начнем с простейшей вещи. Благотворительность. Благотворительность это очень хорошо. И то, что благотворительность это один из идеалов западе или идеалов иудаизма, здесь вообще никто спорить не будет. Однако нам понятно, что когда благотворительность будет зашкаливать, то она приведет к совершенно противоположному эффекту. И если всем выдать велфер и всех бесплатно кормить, то система вся развалится. И поэтому вся благотворительность в виде, например, бесплатных раздач пособий всем не работающим, она очень даже может прийти к своей противоположности. Точно так же и, например, идеал социальной справедливости. Если все очень четко применять закон, конечно, безусловно, мы хотим, чтобы закон применялся, чтобы была законодательная система. Но если очень жестко применять закон, и если только все поставить на соблюдении закона, то общество будет чудовищным. Это нам тоже совершенно понятно. То есть, иными словами, далеко может завести не только идеал творчества, а вообще любой идеал. И поэтому идеалам нужно ограничение. Это ограничение идеалам делается на двух параметрах. Первый параметр – это заповеди, которые ограничивают идеалы. И второй – это то, что идеалы в системе. И одни идеалы противостоят и уравновешивают другие идеалы. То есть, есть ограничение идеалов с помощью заповедей, и есть уравновешивание одних идеалов другими идеалами. В отличие от системы заповедей. В системе заповедей каждая заповедь уже является плюсом. И каждую заповедь желательно соблюдать. И нельзя сказать, что соблюдая эту заповедь, мы войдем в систему к развалу. Такого нет. Наоборот, хоть она даже и одна, хоть и все остальные человек не соблюдает, а эту заповедь все равно желательно соблюдать. Но идеалы – это совсем другая вещь. Что идеалы – это векторы, поэтому направления. И поэтому они требуют ограничения заповедями. И также требуют уравновешивания. Таким образом, мы вывели правильную, важную вещь. Что идеалом, ну в некотором смысле, да иударизма является творчество с соблюдением заповедей. Не просто творчество, а творчество, ограниченное соблюдением заповедей. Скобочек здесь нужно сказать также. Что иногда люди говорят, ой, так получается, что это творчество у нас ограничено, или там свобода. Другой идеал иударизм. Это отдельный вопрос, но так понятно, что свобода является важнейшим идеалом иударизма. Кстати, в скобочках, свобода не является заповедью. Поэтому люди, которые концентрируются на заповедях, просто даже вообще упускают важность свободы очень часто. Что вообще тоже очень плохо. Это отдельно можно рассмотреть. Почему важна свобода. Но свобода ограничена заповедями, и творчество ограничено заповедями. Некоторые начинают говорить, ну если творчество ограничено заповедями, это не настоящее творчество. Настоящее творчество должно быть свободно, оно должно быть совершенно свободно. Ответ – ничего подобного. Это глубокая ошибка. Настоящее творчество всегда ограничено. Всегда. Простейший пример ограниченного творчества – это написание стихов. Человек, который пишет стихи, складывает слова так, чтобы не просто была его мысль проявлена, и не просто его идея была сказана, а чтобы при этом почему-то окончание каждой стрелочки рифмовались там соответствующими стрелочками. Или если даже стрелочки не рифмуются, то ритм по крайней мере обязателен. И поэтому не всякая фраза годится в стихах. Можно ему сказать, ну послушай, это же ограничение твоего, но твои свободные, пиши как хочешь, а ответ ничего подобного. Напишешь как хочешь, силы будет гораздо меньше. То есть настоящее творчество всегда ограничено. И даже в прозе оно ограничено, не только в стихах. А в стихе ведь нам понятно, что стихи это более мощная вещь, чем проза. Откуда же у нее мощность берется? Ответ из ограничений. Поскольку у нее есть некие важные ограничения, то мощность такого творчества несовменно выше. Поэтому вообще вся идея, что творчество не должно быть ограничено, человек не должен быть ограничен, и сам простой контрпример это стихосложение. Всем понятно, потому что. Таким образом, действительно, еврейским идеалом творчества является творчество, ограниченное заповедями. И так же все другие идеалы, они ограниченно заповедены, а кроме того, они взаимно уравновешиваются другими идеалами. Теперь мы более-менее... Понятно, в какой системе делаются идеалы, и как они разрабатываются. И, конечно, идеалы Адама тоже этим никак не ограничены. Через дерево познания добра и зла, например, который явно есть идеал иудаизма, познания добра и зла, и жажда человека к добру и к злу, и вместе с тем есть некое ограничение, чтобы не срывать его не вовремя. Это тоже отдельный вопрос, это тоже понятный. Мы сейчас это все делать не будем, поскольку это дальше все требует идеалов подробной разработки на уровне Адама, Авраама, Иосифа и Моисея. Но для начала мы пойдем дальше и представим некоторые идеалы Авраама. Теперь понятно, что идеалы Адама – это идеалы как бы глобально общечеловеческие. Идеалы Авраама – это уже идеалы более, как бы находится человек внутри других людей. Здесь, если Адам – это все человечество как целое, то Авраам – это соотношение с другими людьми. И как у нас сформулированы идеалы Авраама? Опять-таки, здесь есть много вопросов, которые, конечно, нужно, опять-таки, четко выписать. Но, например, конечно, идеалом является еврейский тариот, через который приходит благословение другим народам Земли. Понятно. Но мы хотим сформулировать некоторые более четкие идеалы. То есть, иными словами, что такое четкий идеал? Это то, к чему нужно продвигаться. Это не только та картина мира, которая представляется нам идеальной. А это то, к чему нужно продвигаться. Здесь, кстати, нужно сделать отдельное замечание, что в иудаизме, наверное, нужно разделить между мессианскими идеалами и текущими идеалами. Мессианские идеалы – это то, что мы хотим видеть в конце времен. Это очень важная картина, которая является, что такое конец времен, и как дальнейшее развитие человечества после этого. И вообще, кстати, очень важно отметить, что в иудаизме конец времен, вовсе не конец времен, а просто очередной поворот в развитии человечества, и что такое машина, и мессианские идеалы иудаизма, конечно, требуют четкое расписывание и формуляризации. Может быть, даже такую надо схему предложить. Адама, идеала Адама, идеала Авраама, идеала, скажем, Иосифа, идеала Моисея и идеала Машеха. Вот, наверное, будет какая правильная конструкция. В идеала Машеха мы, наверное, вписываем то, что является отдаленным мессианским идеалом. То есть вещь, которая хорошо бы ее стремится, но все-таки она не является таким текущим мессианским идеалом. Например, в идеалы Машеха входит, например, то, что все люди становятся пророками. Это, безусловно, входит в еврейский мессианский идеал. Но это вещь более отдаленная, и я не думаю, что мы должны прямо направить свои усилия сейчас к этому вектору, чтобы все люди стали пророками. Хотя, в принципе, этот идеал как бы есть, и даже мессианские идеалы бросают отцвет на текущие идеалы иудаизма. Конечно, тоже. Но все-таки это более далекая перспектива. А мы хотим сформулировать, как бы так сказать, идеалы реальной жизни. То есть, какие у нас вектора движения стоят в первую очередь. И здесь, возвращаясь к Аврааму, мы видим, что есть формализация идеала, очень интересная и важная. Это, когда в начале 18 главы книги Бытия Бог говорит, когда эта история в Садовом, «Я избрал Авраама, чтобы...» И дальше идет описание. Ради чего? Где есть какой из идеал? Чтобы он заповедовал своим сыновьям после себя, идти по пути Бога, соединяя милость и справедливость. То есть, у нас есть установка, что, во-первых, есть понятие «путь Бога». Путь Бога, чем важно понятие «путь Бога», что мы, иудаизм, концентрируется не на описании, что такое Бог, а то, каков путь Бога, то есть, что Бог нам заповедовал, что Бог нам указал, что Бог нам пытался сделать идеалов. И в этом смысле, какой путь Бога, это существенно. И о какой же путь Бога, здесь не сказано, опять-таки, мы видим никакие заповеди, а сказано, что соединение милости и справедливости. Поверятно, что милость и справедливость соеднить очень сложно. Потому что если что-то по справедливости, то это нельзя назвать милостью. А если что-то из милости, то это не потому что это справедливо, а из милости. Соответственно, соединение милости и справедливости представляет нам ситуацию соединения несоединимых вещей. То есть обычно считается, что или милость, или справедливость. А идеалом является таким образом не просто каждый идеал в отдельности, а соединение несоединимых идеалов. Значит, вот мы уже поняли, значит, некоторую вещь про идеалы Авраама. Дальше, конечно, нужно более внимательно осмотреть это, но это уже как бы дальнейший вопрос, который мы не будем сейчас осматривать, а оставим на дальнейшую проработку. Теперь, после того, как мы это здесь немножко посмотрели, попробуем соединить все в систему. Еще раз я напомню, что нашей задачей является систематизация идеалов иудаизма. И мы здесь придумали хорошую схему идеала Адама, Авраама, Иосифа, Моисея и Машеха. Это выглядит вполне как удобная платформа для систематизации. Но спросим теперь, как можно их детально более сформулировать. То есть, в какую нам схему уложить идеалы? Что мы уже узнали про идеалы? Во-первых, что источником идеалов является книга бытия, как бы и начало книги исход, и вообще агодическая часть Тары в некотором смысле, то есть, та часть Тары, которая не рассказывает про заповеди, прежде всего книга бытия. Во-вторых, мы сказали, что идеалы, они являются векторами направлений, то есть, неким божественной вещью, которую очень трудно формализовать, которая дает некоторое направление. В-третьих, мы сказали, что каждый из идеалов может далеко завести и разрушить все, если только на нем сосредоточиться. То есть, если сказать, что важно только творчество, а все остальное не важно, то система разваливается. Если сказать, что важно только любовь, а все остальное не важно, система тоже разваливается и так далее. Если сказать, что важна красота, а все остальное не важно, система тоже разваливается. то есть никакой из идеалов отдельности не дает нам ответ, а только система идеалов, и кроме того, мы хотим идеалы соединить с книгой бытия, то уже отсюда понятно, что должно являться некоторой базой для начальной систематизации. Я не имею здесь еще окончательных ответов, и только предполагаю, но вопрос, который поставлен, имеет совершенно понятный ответ, потому что я уже сказал, надо правильно поставить вопрос, после этого можно уже ответ легко видеть. Легко видеть, что этой системой является системой сферот. То есть система из 10 сферот является ровно такой схемой, которая была запрошена. Это божественные качества, а потому соответствуют должны идеалам. Каждая из них, будучи взят отдельно от Деудих, приводит систему к развалу и к разлому, называется Шверат Келим, то есть разлом сосудов, который происходит, если одна из сферот получается давлеющая над всем остальным и не замечает остальных, то получается слом сосудов, и это соответствует тому, что любой из идеалов может далеко завести, если его правильно не уравновешивать. Кроме того, система сферот соответствует книге бытия. Поскольку у нас система сферот, сферот соответствует книге бытия. И эта схема хорошо как бы известна нам. Потому что у нас Адам это сфера, соответственно, Хахма, Ахава это сфера Бина, и дальше Абрам это Хецет, А Ицхак это Гвура, и Аполл это сферот, и дальше, значит, Моисей. Все у нас схемы есть. А Давид у нас, наверное, не относится к книге бытия, но он относится к мессианским идеалам иудаизма. И тем самым у нас вся система сферот может служить отличной базой для систематизирования системы идеалов. Таким образом у нас возникает следующая картина. Мы хотим взять систему сферот и уложить в них идеалы, или пока не менее некоторые идеалы. Тем самым мы получим интересную структурированную картину, которая поможет нам дать некое четкое описание идеалов иудаизма. Разумеется, в эту картину не все идеалы легко войдут. И, наверное, останутся такие идеалы, и тем более их детали, которые не войдут в систему сферот, и, может быть, мы позже как-то там доложим их в сферот второго порядка, но это уже дело для дальнейшего развития. Но прежде всего, если мы соотнесем систему идеалов к системе сферот, то мы получим явно аутентичную картину, очень гармонирующую со всем базисом иудаизма, очень понятную, ввиду того, что сегодня сферот, очень широко известный, так сказать, благодаря всякой популярной массовой кабале, значит, об этом знают, в общем, более-менее всех, и это поможет нам правильно позиционировать систему идеалов. Иными словами, наш вывод, вывод, мы должны сделать проекцию идеалов на сферот, дальше заработать идеалы для каждого уровня, списать это, может быть, на каждом уровне могут описать как сферот, может быть, можно в целом описать как сферот, я этого пока сам не знаю, пока что я придумал некоторую проекцию идеалов на сферот, и могу немножко сказать, хотя я не уверен, что вся проекция нужна, это может быть отдельная тема, наверное, нужно их более активно чувствовать, но я упомяну просто о том, что я не упомяну, например, скажем, хэсет, такая сфера хэсет, в нее, естественно, вкладывается любовь. Любовь, очевидно, к человечеству и ко всему мирозданию. Теперь, как только мы говорим, что идеалом иудаизма является любовь ко всему человечеству и вообще ко всему мирозданию, мы уже, например, этим более правильно позиционируем иудаизм. Это просто еще один пример того, в конце, насколько важно говорить об идеалах. Например, у нас есть классический вопрос. Есть ли в иудаизме любовь к неевреям? Вопрос очень непростой, потому что все слышали, что в иудаизме есть заповедь «возоби ближнего самого себя», и все также слышали, что есть в иудаизме эта заповедь распространяется на евреев. Это написано в огромном числе текстов. Из этого, например, делается совершенно неверный вывод, можно очень часто услышать его, что в иудаизме ничего нет про любовь к человечеству, что заповедь «возоби ближнего» относится к евреям, что, естественно, с одной стороны совершенно правильно, и с другой стороны абсолютно неверно. То есть, это правильно, что заповедь «возоби ближнего» относится к евреям, совершенно неверно, что из этого делается вывод, что в иудаизме нет любви к человечеству. Потому что любовь к человечеству является идеалом иудаизма, а любовь к евреям является заповедью иудаизма. То есть, обязанностью. И поэтому получается, что в иудаизме есть обязанность любви к евреям, и имеется идеал любви к человечеству. Сейчас можно отдельно сказать о том, что идеал любви к человечеству должен быть не однородным, а структурированным. То есть, любовь к евреям должна быть больше, чем любовь к остальному человечеству. То есть, так же, как любовь к своей семье должна быть больше, чем к соседним семьям, потому что и любовь к собственным детям больше, чем любовь ко всем детям на земле. И если человек скажет, я люблю всех детей на земле, даже своих детей, то по идее, после этого он должен свои заработок тратить на всех детей на земле равномерно, а не на своих детей, что будет, естественно, полным нарушением вообще структуры жизни и полным развалом. А если он скажет, что я люблю всех женщин на земле и свою жену, то считай, что все остальные женщины, то это будет просто... Нужно быть недовольным. Да, и это будет полным развалом системы, а вовсе никаким не идеалом. Точно так же любить все человечество одинаково, а не свой народ больше, это точно так же такой же развал системы. Поэтому любовь должна быть структурирована. Но не это сейчас, что у вас сейчас структурировано, а главное, что идеал любви к человечеству, конечно, есть в аудаизме. И, например, идеал любви, например, ко всему мирозданию. И поэтому любовь к природе точно так же является одним из идеалов иудаизма. Безусловно, поскольку природа создания Бога. И любовь к человечеству, и помощь всему человечеству, все это является идеалом. Но если мы так правильно позиционируем, что у нас есть идеал любви к человечеству, и есть заповедь любви к евреям, то тогда иудаизм правильно позиционируется. Тогда вопрос, а существует ли в иудаизме любовь к человечеству, предоходит свой правильный ответ. Конечно, существует в форме одного из важнейших идеалов иудаизма. А заповедь это совсем другая вещь, это обязанности. Когда мы получаем гораздо более правильный вид иудаизма, и, соответственно, правильный позиционер в него и для евреев, и для неевреев. И понятно, что очень многим евреям мешает то, что нужно любить евреев только. Они чувствуют, что есть что-то недостаточно и неправильно, и правильно чувствуют. Потому что это неправильно, и здесь есть только это. А когда это дополнено идеалами иудаизма, то это возникает гораздо более правильная система и отвечает на еврейский запрос тоже. Тут мы видим, что, просто еще один последний пример, что действительно формулировка и формализация идеалов иудаизма помогает его правильному проникновению и в среду евреев, и в среду человечества. И поэтому это очень важная работа, которую нужно продолжать. Вот на этом мы сегодня закончили эту тему.